Добрый день, с вами сегодня Виктор Коробкин, Рында Рыба мой талисман. Друзья, мне просили показать подписчики снасти моей в мае 2020 года, то есть я сейчас уже выкажу море и соответственно какими снастями я буду ловить в этом году, какими ловлю и как их можно изготовить. Я покажу сегодня две снасти, которыми я ловлю чаще и которыми уже будем говорить. Постоянно ловлю, поэтому если какие-то что-то меняю, так это сейчас экспериментирую. Итак, начнем. С чего мы начнем? Первая снасть скрутка. Берем проволоку с нержавейки. Я с нержавейки беру, вы стальку какую-то берете. Я возьму на примере проволочку медную и покажу как крутится. Крутить можно ее по-разному, то есть крутить можно вот так. Крутить можно ее в тисочках и можно крутить ее... у нас есть шуруповерты. Вставляешь в патрон две проволочки. Так же самое берешь сшиво, делаешь натяжку, включил патрон и шуруповерт и оно тебе закрутит. Здесь менее красивое получается. Через шуруповерт получается более красиво эстетично. Но здесь как бы на результат поимки рыбы он не играет роли. То ли она будет такая, то ли она будет такая. Как вам быстрее и удобно, так и делайте и крутите. Итак, я показал скруточку, как надо сделать. Скруточку сделали. Вот получилась такая скруточка. Я потом сдвигаю две проволочки и одеваю вот такой вот силиконовый шарик, бусинку будем говорить, светонакопительную. То есть непосредственно когда снасть моя будет под водой, я вытаскиваю с воды снасть, она накапливает подсолнечными лучами свет. Когда опускаю на глубину, она соответственно будет светиться. Рыбка будет видеть свечение, движение, она будет подходить и брать все мясо. Ну, во всяком случае, так себе представляю я. Итак, вот мы одели бусинку, скрутили скруточку. Что мы делаем дальше? Для того, чтобы сделать этот отводной поводок, который поставим мы его на леску. Беру обыкновенное шило соответствующего размера, чтобы это шило было, можно было трубочку от чупа-чуп, конфеты такие есть на палочке, вот палочкой от них осталось, чтобы можно было толще, диаметр шила и диаметр трубочки соответствовал, чтобы не получилось так, что вы накрутите проволочку на шило, а потом не сможете одеть ее на чупа-чуп с палочку. Итак, я показываю, что будем делать дальше. Вот ставлю его так вот в заготовочку на шило, придерживаю, и начинаю накручивать на шило, делать два-три оборота. Да, хочу сказать, что проволочку отрезаю диаметром, то есть длиной 19-18 сантиметров, для того, чтобы мне хватало, потому что, чтобы, ну, какой длины проволочку надо брать для такой закруточки. Вот два раза крутил плосковую и взял, затянул. Вот так. Теперь снимаю переворачивание обратно. Точно так. Раз, два, три. Три. Пальцами делать не рекомендую, потому что срывается вот эта штука и влетает в палец, и будет травма. Но я уже просто, даже то, я имею такой опыт уже несколько лет, и то бывают такие на старуху проруха, поэтому лучше рекомендую брать плоскоупцы и делать это все плоскоупцами. Это техника безопасности, и она очень важна. Так, сейчас, секундочку, кусачки не взял. Все, снимаем. Откусываем лишнее. Так, откусили, теперь заводим трубочку. Вот, видите, я завел. пружинку на трубочку отдел. Беру зажигалку и заплавляю как конец. Вот так. Вот так получается, видите? Точно так делаем и с этой стороны. Откусываем ровно столько, сколько нам надо запаять. и прижигаем зажигалкой. Когда застынет, мы потом, ну, пластик, пластмасс застынет, мы потом, соответственно, по... Потому что тут, получается, что запаялась, мы ее потом... О, вот таким макаром делаем. Видите? Все, готово. Вот такой отводной поводок у нас готов. Что мы делаем дальше? Ложим его сюда до всех остальных. Вот остальные у меня поводочки здесь такие. Берем леску. Леску я беру 0,6 клинскую. 0,6, 0,7, 0,8, в зависимости от рыбалки. Я весной беру потоньше, осенью беру потолще, так что, ну, вот такую леску клинскую. Груз, свинцовый груз у меня вот здесь написано 57 сантиметров, 57 грамм, видите? 57 грамм. Потом беру такие ушные палочки, они разные бывают, желтые, красные, белые. Кстати, когда у вас разные цвета, вы можете ставить палочку, например, желтая, будете знать, что это у вас вес до 60 грамм. Красная палочка, значит, будет 70 грамм, белая 50 грамм. И когда вы будете доставать снасть, вот как у меня в пакетах, вы будете знать, что с такой палочкой будет вес такого вашего груза и вес вашей снасти. Вам будет легче выбирать снасть, если ту уже оборвали. Вот хочу это показать, чтобы вы понимали, что я имею в виду. Итак, вот мы палочку ставили, откусили. Ставили в груз палочку, соответственно. Груз у нас 57 грамм. Берем леску, проводим ее вот так. И теперь сгибаем нашу палочку и завязываем узел. Узел я вяжу вот так. Раз, два, три, четыре, пять. Пять раз прошел, потом я пропускаю вот сюда леску, а потом возвращаю обратно в это кольцо. Вот так. Леску придерживаю левой рукой, а правой затягиваю вот так. Видите? Надо, чтобы узел поближе был сюда к грузилу. Надо его стягивать чуть-чуть поближе. Все, у меня готово. Откусываем лишнее. Так, отмеряем длину. Я буду делать на три крючка. Значит, у меня длина где-то около метра. Леску в сторону. Начинаем одевать отводные. Прежде чем одевать отводной поводок на снасть, я беру, ставлю бисер. У меня керамический бисер. Арабский какой-то, не знаю. Вот я себе высыпаю, беру. Рыбка полюбляет, когда бисер на снасти. Также камбала и бичок. Так, выбираем себе. Ну, вот беру красный, видите, бисеринку. И выпускаю я буфером между грузом. Узел на грузе у нас на леске есть. Вот у нас тут есть узел. И чтобы узел этот не разбивать нашей отводным поводком, я ставлю еще дополнительно бисер. Теперь ставим бисер. То есть ставим отводной поводок. Бисер поставили, отводной поводок. Вот этот в одной поводок я поставил. Теперь ставлю бисер сверху. Один для того, чтобы он был буфером. Сейчас, секундочку. Вот он сверху стоит. А второй сейчас я поставлю бисер для того, чтобы зафиксировать нижний поводок. Тут надо пошире немножко мне взять. Пропускаю леску в бисер. Верхний, который, последний, который мы поставили. Раз. Затянули. Подтянули. Второй раз. Вот второй раз прошел. Потом первую затягиваем. Вот. А во вторую подтянуть надо и пропустить два раза. Вот. Вот. Основную леску пропускаем в это колечко. Раз. И фиксируем таким образом нашу верхнюю бусину. Вот так. Вот. Вот у меня как получается. Видите? То есть бычок, когда берет, он нежно снасть не пугает. Он крутит ее в любую сторону. Право, влево. И она за ним идет, потому что ничего и не тормозит ее. Вот это очень удобно. И если течение тоже, оно так же само будет играть. Капелька давать свет. Ультрафиолет. Светонакопитель. И она как бы будет под водой так вот немножко крутиться. И чем по самому привлекать рыбку. Так. Ставим вторую. Второй бисер. Точно так делаем. Первый берем, фиксируем. Отмеряем расстояние какое. Ну, вот так вот до второго крючка. Я на глаз уже приблизительно, потому что руку набил. Вы смотрите линейкой там. 15-20 сантиметров. У кого сколько. Вот затянул. Провел второй раз в бисер леску. Опять вытаскиваю. И опять два раза в это кольцо пропускаю. Петлю. Раз. Два. Чтобы для чего это делали? Для того, чтобы бисер по леске не ездил. Если трубачок сделает зацепь. Чтобы ни вправо ни в верх, ни вниз у нас наш бисер не шел. Так сделали. Теперь буфер бисер ставим. Чтобы он выступит, эта бусина выступит у нас буфером. Между бусиной и отпадным поводком. Вот она. У нас видите. Теперь ставим второй отводной поводок. Одеваем на леску. Опять ставим бисер. Сейчас идет буфер сначала. Между отводным и который бисер будем завязывать. Теперь бисер, который мы будем вязать. Опять пропускаем два раза леску через бисер. Теперь в эту два раза пропускаем леску. Раз. И два. После чего затягиваем наш отводной поводок. С бисером у нас получается две уже таких. Видите? Осталось третью привязать. Так же самое. Вяжем третью. Вот эта красненькая. На глазок я себе это не положу. Сколько мне надо. Два. И два. Пропускаем. Теперь в эту петлю два раза завожу. на завязку. Раз. И два. Затягиваем. Чтобы она не ходила. Вот у нас будет третья. Видите? Так. Так. Теперь ставим буфер. Бисер буфер. За ней ставим отводной. Потом ставим опять бисер буфер. А теперь ставим, которая будет фиксировать у нас бисерина снасть. вот так. Видите? Сейчас мы завяжем ее. Пропускаем раз. Подтянули. Теперь эту еще раз надо пропустить. Ух ты. Ёлки-палки. Раздавил бисер. Раздавил бисер. Раздавил бисер. Видите? И получается, когда бисер, если даже лопнет, нету узла на леске, чтобы она меньше рвалась. Вот это очень немаловажно. Так. Фиксирующую. Ладно. Ставим другой бисер. Чтобы закончить снасть. У нас получилось вот три отводных поводка. Видите? Все в несвободном ходу. То есть малейшее прикосновение к речку будет рыбы. Это будет как скользящий своего рода. И получается, что рыба не так пугается. Но если плюс еще острые хорошие крючки, то более зацепистая вероятность поклевки что-либо останется с первой поклевки на крючке сто процентов. Но я образно так говорю. Итак, друзья. Теперь ставим петлю здесь. Раз. Два. Прокручиваем два раза петлю, потом петля в петлю. И затягиваем. Лишнее откусываем. Снасть мы связали. Сейчас покажу, как я делаю крючки. Вот я покупаю такие кулечки потом в магазине. И, соответственно, раскладываю по кулечкам эти снасти. Видите? У меня получается снасть сложена без крючков. Бывает с крючками сложена. В зависимости от того, куда еду, на сколько еду, сколько беру с собой снастей. По поводу крючков. Крючки я уже показывал. Но, правда, там камера, может, плохо показывала раньше, видимо. Я повторю, как я делаю вот такие крючки. Для чего такие делаю? Для того, чтобы можно было пальцем брать, вытаскивать легче. Потому что пальцы не травмировать, не резать крючками. Вот. Удобно. И в то же время, но выступает это как приманочка. То есть, типа, мормышки своего рода. Вот есть на видео у меня, когда человек поймал камбалу. Там он на снасть, на пеленга собрал. Так там тоже такого плана поплавки. И камбала соблазнилась. Точно так же она соблазняется и на вот эти вот вещи, которые у меня сейчас на крючке. Как я это делаю, сейчас покажу. А я покажу один крючок. Вон, ребята, чтобы вы поняли, что... Ну, как это делается, если остальные такие крючки. Ну, какими крючками я пользуюсь. Вот у меня есть крючки. 0,9 на 35. Это оксидированные в коробке 1000 штук. Вот показываем. Рыболовные крючки. И вот их размер. В коробке 1000 штук. Итак, открываем коробку. Открываем коробку на ваших глазах. Берем крючок. Крючок вот такой вот. Видно там, я не знаю. Да, вот такой крючок. Вот их 1000 штук. Вот такие крючки я использую. Крючки хорошие, острые. Вот моментально цепляет хорошо. И если даже обрываешь крючок, не жалко. Потому что они, в принципе, не такие дорогие, как японские, корейские там. И прочее, прочее. Старые закалки, старые проверки. Очень мне он нравится и удобно. Итак. Что я с него делаю с этого крючка? Я с этого крючка делаю вот такие вещи. Беру зажигалку, поджигаю. И отпускаю крючок. Чуть-чуть-чуть отпускаю. Жало я держу, видите. Чтобы оно не отпустилось. Вот сам крючок. Я тут немножко отпускаю. После чего беру. Я делаю с него типа, ну, крючок овсетный, будем говорить так. Не овсетник, но своего рода почти как овсетник. Вот выгибает так, видите. А мы отпустили, проволока гнется, хорошо уже не ломается. И здесь точно так же. Вот так. Вот так как-то будет правильно. Вот так как-то будет правильно. Мне так удобно. После чего я беру обыкновенную проволочку. Медную. Ну, бывают старые эти электрические с телевизоров, с холодильников, с радио старых. Вот. Накрученные эти все катушки. Вот с них беру обыкновенную медную проволоку. Можете брать, может быть, зайти на базу металлолома, там где сдают, попросить вам продадут бобину какую-то. Цепляю так и оборачиваю. Много не надо, там вот так вот немножко. Потом после всего эту проволочку, которую держал, заворачиваем внутрь. Сейчас покажу. Вот видите, я ее загибаю вниз. О. Лишнее откусываем. И здесь тоже загибаю. После чего так аккуратненько делаю в плоском режиме, чтобы она была вот так. Вот это мне достаточно, я думаю, чтобы взять и вытащить крючок. Соответственно, если я так оставлю, она будет раскрываться. Поэтому я беру пистолет и закрываю пистолетом клеем. То есть наношу на эту проволочку. Так, чтобы только закрыть проволочку и сформировать саму приманку. Работать надо, конечно, с водой. И потом начинаем формировать. Потому что на сухую будет клей приставать и не будет давать такого КПД. Коэффициента полезного действия. Так, маловато. Значит добавляю клея. Добавляю клея и формирую форму. Та, которая мне устроит. Вот на горячий клей, холодный, с водичкой. Палец. И делаем форму. Кто-то скажет, что возиться с таким, с каждым крючком. Ребята, я скажу так. У каждого свое хобби. И каждый делает то, что он хочет. Я никого не осуждаю. Поэтому прошу не подходите строго к этому вопросу. Мне удобно тем, что пальцы не режутся. Я готов такие крючки делать по 100-200 штук на сезон. Для того, чтобы можно было выходить на рыбалку. Безопасно, не травмируя руки. Ловить рыбу. Ну вот у меня готово. Это, этот крючочек. То есть, соответственно, для рыбки, для подсекания нормально. Выглядит как приманочка. Теперь надо единственное теперь, что покрыть. Ну, покрывать как правило. Мы берем лаки всевозможные. Вот флоресцентный. Синий или просто красный. Я сейчас просто красным помажу. Потому что у меня крючки уже готовы. Красные помазанные. Я вот беру и крашу. Можете красить черным, зеленым, желтым. Это уже сами ваш подход. Уже как вы подойдете к этому вопросу. Так. Можете брать флоресцентную краску. Которая есть в флоресцентных лаках. Тоже будет хорошо давать блики свои. Соответственно, от ультрафиолетовых лучей давать свет. Если солнышко будет светить, то приманка будет тогда лучше играть. Ну, вот мы скрыли ее лаком. Даем высушиться и высохнуть ей. Единственное, сразу могу сказать, что... Да, после того, как я сделал приманку, я потом привязываю леску. Как привязываю леску, сейчас покажу, когда подсохнет. А пока расскажу, что по поводу этих крючков. Единственное, что когда покрываете лаком, бывает так, что крючки пахнут сильно лаком. Вот, я делаю разные такого рода хитрости. Бывает, крючки оставляю либо на ночь... Ну, будем говорить, такого фарша делаешь рыбный своего рода. Туда бросаешь и фаршем закрываешь. Утром встаешь, промываешь ее, высушиваешь и опять забираешь. И тогда все запахи эти исчезают. Либо добавляю там, соответственно, дипы, либо еще что-то. Либо надо пару рыбалок, надо проходить хорошо в море. Ну, не пару, может быть, даже час какой-то в море. Пройдет оно запах этот. И потом они уже так не пахнут ацетоном там или... Красить этим другим каким-то растворителем, который находится на лаке. И так будем смотреть. У меня не подсохло еще. Ну, в общем, когда подсыхает, привязываем вот такой крючок. И у нас получается вот такой крючок. Вот на такой подвязке, видите? Ну, или этот, просто он не высох, я еще не это самое. Поэтому не хочу там сразу, чтобы одним показать вам. Я думаю, вы не осудите меня, что так привязывать точно так, как ты показывал. Там крючки привязывают. И вставляешь на эти снасти, которые мы только что связали. Ну и так, друзья, давайте перейдем ко второй снасти. Я покажу, которую я делаю и на которую я ловлю. А эту я отложу в сторонку. То есть, крючки я вам показал. На какие я ловлю. Показал, как я их делаю. Значит, добавляю. Бывает, не добавляю. Просто крючок привязываю на леску и ловлю. А бывает, вот таким вот непосредственно силиконовым бисером ставлю. Итак, вторая снасть, которую я хотел показать. Берем крючок точно так же. То есть, сгрузила с трубочкой от ушных палочек. Отрезаем, выбираем. Берем леску 0,6. Эта снасть гораздо проще делается и быстрее. Поэтому я показываю две снасти в ролике, чтобы... Вот сложил вместе и потом пять раз. Раз, два, три, четыре, пять. Я знаю, что пять раз это нормально. Четыре бывает мало, а шесть уже мало. Поэтому я так ставлю. Вы будете делать, как хотите. Так, вот провел и затягиваем. Затянул, откусил. Ну, смотрю, какой мне снасть длины надо. Там метр получается. Я ее откусываю леску. Вот здесь, значит, если тогда я ставил на петлю с грузиком, ставил непосредственно отводной поводок. Если помните в прошлой снасти, да? Вот так ставил на бисер. То здесь я ставлю от палочки чупа-чупс, отрезаю кусочек. Буфер ставлю на узел. Ну, предварительно поставлю через два бисера. Для чего это надо? Надо для того, что когда вы будете тащить снасть по камням и по ракушкам, чтобы леска не шерша не была, такая, как наждачная бумага. И, соответственно, предохраняла, принимала на себя первый удар. Это вот эта вот палочка чупа-чупс. Вот я ее поэтому пропускаю. Она выступает буфером на снасти. И таким образом снасть становится дольше в эксплуатации. Сколько такие снасти, говорят, живут, и когда перевязывают, если кто экономно к этому подходит, это все зависит от того, что если леска начала, так шершавая. Вот вы ее проводите, она уже шершавая. Уже меняйте снасть, то есть разберите ее, поменяйте леску. В противном случае вы оборвете и потеряете все. А вот пришли с рыбалки, там отловили целый день на банке, пришли и проверили леску. Если она шершавая только здесь, сразу, пальцем сразу почувствуете, сразу меняйте леску и поставьте другую. Итак, мы вот это сделали, теперь делаем петлю. отводной только петлей. Вот сложили вместе и делаем два раза. Раз провел, прокрутил и два прокрутил. Потом вот эту петлю запускаю. Ту прокруточку, которую я прокрутил два раза. Вот так восьмеркой выходит. И затягиваем. Затянули, видите. Получилась такая петля, типа отводного поводка. Вот. Потом берем, значит, вот такой вот светлонакопительный ниппель. Отрезаем кусочек, смотрим, сколько нам надо. Ну, допустим, вот так вот смотрим. Прикинули, ага, вот такой кусочек надо. Значит, я его отрезаю. Вот так. И одеваю здесь. Вот видите, у меня получается как бы на узел вышла трубочка светонакопительная и остался хвостик. То есть свет будет накапливаться, привлекает рыбку, а сюда будем петлю вставлять в крючок, который будем менять, если будет обрываться на воде, когда будет клевать бычок или заводить под камень. Дело в том, что это леска 0,6 у меня, а поводки у меня 0,4. Соответственно, тоньше и эта леска должна быть основная, а поводки будут рваться. Ловлю на шнур. Итак, первый мы отложили, отмерили, поставили. Ставим второй точно так. Я опять делаю на скидку. Вы отмеряете здесь 15 сантиметров, как вы считаете. Вот я сложил, раз, два, прокрутил. И вот этот сейчас завожу буду сюда в это отверстие. Опять восьмерочка получилась. Смачиваем. Узел лучше смачивать, потому что, чтобы леска не рвалась. Вот так. И затягиваем. Удобно и хорошо. Так, так же самое. Отмеряем, смотрим, сколько мне надо. Я откусываю. Можно чередовать красный светонакопитель, белый светонакопитель, зеленый. Это в зависимости от того же, какой ваша там световая гамма есть, большая. Поэтому выбирать будете сами. Смачиваем. Опять так же самое беру и натягиваю на узел. Вот видите, на узелок натянул. У меня получился второй отпадной поводок. То есть не металлический, а слезкий. Вот смотрите. Треть. Так же самое делаю. Отмеряю третьим. Делаю. В сложивом месте. Закрутил. Раз. Проворачиваю. Два. И затягиваю восьмерочку. Смачиваю, а потом затягиваю. Не наоборот. Вот. Теперь беру опять, отрезаясь. Примеряю, какой мне надо. И одеваю, например, в одной. Трубочки наши все светонакопительные. Поэтому, когда мы будем вытаскивать этот ниппель наверх снастью, она будет набираться светом. А под водой будет светить. Когда мы три сделали таких отводных, в конце делаем петлю для карабина с вертлером. Точно так. Два раза. Раз. Два. Проворачиваю. Пропускаю петлю. Осьмерка получается. Смачиваю. Зубами ничего не делайте, потому что к старости будут у вас щербатые зубы. Поэтому делать лучше так. Не торопясь, но правильно. Вот так выкусили. У нас получилась такая снасть. Так же сама петля в петлю мы ставим крючок. Сейчас я покажу, как один из крючков. Мы давайте вот эту снасть, мы ее поставим с крючками, чтобы уже было видно, был этот фон. Вот у нас петля снасти и петля крючка. Видите, петля снасти. Вот я могу вот так одеть, а могу вот так одеть. Не важно, куда вы как оденете, важно так, чтобы вы знали, куда будете пропускать крючок. Поэтому у меня, я смотрю, петля здесь больше, а здесь меньше. Я через меньшую пропускаю петлю больше и вставляю сюда крючок. И аккуратно затягиваем. Все. Так же самое делаем на второй и третьем. Вот петлю одеваю. Петлю пропускаю, смотрю где больше петля, чтобы было удобнее. Вот второй. Так же самое в третьем. Очень удобно на воде менять крючки. Потому что не надо привязывать, только одел, снял и все. Поэтому использую такие. Когда идет хорошая рыбалка, поклевки. То есть менять крючки. Вот снасть цараемая. Ну что, друзья, на сегодня все то, что хотел показать. То, что хотел рассказать. Две снасти, которыми рыбачу на море, на банке. Попробуйте сами. Рекомендую. Убедите, что результат будет хороший. Ну а на сегодня все. Кому нравится, ставьте палец вверх. Подписывайтесь на мой канал. До следующих встреч. Встреча на банке. Всего вам хорошего, друзья. Подписывайтесь на мой канал! Продолжение следует...